Отвержение по ассоциации. Данная ошибка как бы является противоположностью подмены признака. Она также предполагает наличие у сопоставляемых понятий некоего сходного признака, который ведет к их подобию. Но подобие при этом рассматривается не как повод для обоснования тезиса, а для его отвержения. Но, например, сатана творит зло. Сатана использует логику. Следовательно, использование логики есть зло. Но, как известно, Гитлер в молодости увлекался живописью, он носил усы и был противником курения. Значит ли это, что всякий обладатель этих признаков разделяет ответственность за преступления нацистов? В книге «Деяния апостольских» описывается случай, когда Павел после своих миссионерских путешествий вернулся в Иерусалим и пресвитеры местной церкви, желая избежать нареканий от ревнителей закона за общение с ним, дали апостолу совет. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона. А тебе наслышали они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы тебе скажем. Есть у нас четыре человека, имеющих на себе обед. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычиках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хоронили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание очищения, когда должно было принести за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и Эллинов ввел в храм и осквернил святое место сего, ибо перед тем они его видели в городе с ним, Трофима Ефесянина, и думали, что Павел его ввел в храм. Деяние, 21 глава, с 20 по 29 стих. Мы видим, что компаньоны Павла были иудеями, правоверно соблюдавшими установление закона Моисеева. Однако, ввиду того, что недавно они остриглись, опять же, по законному обету, они внешне походили на Эллинов, и каковым, как всем было известно, Павел благоволил. Потому-то появление его в храме было по ассоциации принято за осквернение. Так что, как мы читаем, весь город пришел в движение и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас были двери заперты. Они хотели убить его. 21 глава, 30-31 стих. Именно логическая ошибка отвержения по ассоциации заложена в состав двух основных аргументов, которые просветители XVIII века выдвигали в своей антихристианской пропаганде – войны и насилие, связанное с крестовыми подходами и деятельностью инквизиции. Однако, эгоизм, жадность, гордыня, агрессия и тому подобное – это составляющая не христианского мировоззрения, а человеческой греховной природы, присущей атеистам не в меньшей мере, чем христианам. Ведь в войнах и горательных системах, устроенных в безбожними режиме XX века, было уничтожено и замучено несравненно больше людей, чем в религиозных конфликтах за всю историю человечества. Тем не менее, пропагандисты безбожия упорно обходят этот факт. Внимание! Субтитры создавал DimaTorzok